Что это за четыре вещи, то есть вопросы, которые пришли в суре Аль-Аср? Кто знает? Первое это знание. Если ты хочешь молиться, то тебе Харам молиться, пока ты не изучишь, как молился посланник Аллаха. Если хочешь совершать Умру, то и Умру тебе Харам, пока ты не изучишь, как ее совершал посланник Аллаху Салатусу. Затем, когда ты изучил, что будешь делать? Просишь Аллаха Субхану Тали помощи в действиях. Поэтому, когда мы слышим, как Муэззин говорит, спешите к молитве, мы говорим, что нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха Субхану Тали. Третье. Если ты изучил, затем начал совершать деяния по своим знаниям, то обязательным является для тебя призывать. Люди делятся в призыве к Аллаху Субхану Тали на два вида. Хорошо, то есть две крайности и середина. Те, которые не призывают абсолютно к Аллаху. Даже то, в чем они стоят, уверены, они все равно не призывают к этому. Некоторых спросишь, сколько ракатов молитв о Магребе, он говорит, Аллаху Алим, я не знаю, я не даю фетвы, не муфтий. Другая крайность, это те, которые призывают без знания. А правильным является то, что посередине. Говори только о том, в чем ты уверен 100 из 100. Не нужно философствовать, не нужно выходить за пределы шариатских текстов. То есть шейх, например, говорит, я изучал определенную книгу, 40 хадисов, например, и преподаю ее так, как я ее изучал, ничего не добавляю от себя. Фетвы будешь, да? Нет, я не буду фетвы. Это прекрасно, говорит, вот так и должно. Вопрос. Было ли такое, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алисалям, встретил бы какого-либо неверующего, не призывая его к исламу? Да или нет? Да, всегда призываю. Хорошо, а сколько вы видели неверующих? Кто из вас призывал так, как призывал посланник Аллаху алисалям? Почему? То есть неужели вы сомневаетесь в единобожии? Следуете вы действительно посланнику Аллаху алисаляму алисаляму алисаляму? Тогда почему вы не обучаете людей, не обучаете людей единобожию? Это проблема. То есть нужно нам увеличивать число последователей Мухаммада алисаляму алисаляму алисаляму. Что как должно быть? То есть следователи, те кто следует за пророком Аллаху алисаляму, их должно становиться ежедневно больше или меньше? Больше? А язид. Если нас больше не становится, значит проблема в нас, значит мы не идем по пути посланника Аллаху алисаляму алисаляму. Почему занимаетесь ерундой, то есть какой-то ватсапе и так далее, не призываете через эти социальные сети и так далее? Кого ты боишься? Ты же можешь даже элементарно купить сим-карту не по своему имени и так далее и тому подобное. Хорошо, то есть если вы боишься. Эти четыре вещи, это важные вещи, которые касаются тебя. То есть мы не говорим, что вот я изучаю и так далее сегодня. Нет, кроме тех, только тех, над кем смилостился Аллах. Потому что настоящее изучение, это подобно ночью перед экзаменом, когда ты даже спишь и думаешь о тех вопросах, которые придут тебе завтра. Постоянно повторяешь. Кто-то сейчас спит, думает о машинах и так далее. Это не студент. Это ищущий дунья. Амал. Затем деяние. Дعва. Затем призыв. Сабр. И терпение. Сабр. Я не миссель, а ладзи ящера, баддава, мур. Варай хакари. Это собр. Терпение это подобно тому, кто пьет очень горькое и вонючее лекарство. Вот это терпение. Амал. Я говорю, что я особо. Ай, собр. А кто говорит, что я проявляю терпение, где терпение? Это четыре вопроса.